Мираб Двалишвили жестко наехал на Умара и уверен в том, что он победит его. А также Мираб заявил, что он хочет провести реванш против Шона Омелли. В свою же очередь Шон решил высказаться в адрес Мираба и его поединка против Умара. Конор Макгрегор неожиданно бросил вызов Билалу Мухаммаду. Усман Нурмагомедов поделился видео о совместной тренировке с Махачевым. Ну а Майкл Ченбер сообщил, что после победы над Оливьером он отберет пояс у Махачева. Вы же, братья, поддержите нас лайками и комментариями. Заранее спасибо каждому из вас за поддержку. Боец UFC Жан Сильва решил обратиться в адрес Мофсера Евлоева и сказал следующее. Он не является тем парнем, который готов принять любой бой. Мофсер хочет драться только в тех случаях, когда он уверен, что он сможет победить за счет своей борьбы. Но у меня же для него плохие новости, потому что рано или поздно ему придется оказаться в октагоне против меня. Так что пускай радуется, пока он может, потому что однажды его счастье прекратится, сказал Жан Сильва. В свою же очередь в UFC официально объявили, что поединок Ауджимана Стернинга и Мофсера Евлоева состоится 8 декабря на турнире UFC 310. Мухаммад Макаев у себя в социальных сетях заявил, что его цель вернуться в UFC. Я самый высокооплачиваемый боец на легчайшего веса в мире, но у меня нет титула в организации БРАВ. Конечно же моя цель вернуться в UFC, потому что сейчас это промоушен номер один в мире, написал Мухаммад Макаев. Ну а также Мухаммад Макаев продолжает у себя в социальных сетях делиться видеофрагментами своих тренировок. Друзья, как думаете вы, вернется ли Мухаммад Макаев в UFC? Напишите в комментариях свое мнение, а мы идем дальше. Чемпион UFC в полусреднем весе Билал Мухаммад заявил о том, что он хочет видеть своим следующим соперником Шавката Рахмонова. Я бы предпочел драться против Шавката Рахмонова, потому что он непобежденный боец, и ни у кого не будет никаких оправданий, если я побью такого парня как он. Потому что если я побью Усмана, это будет не совсем то же самое. Усман идет на серии из трех поражений, и он уже старый, и я думаю, что он должен одержать хотя бы одну победу, чтобы вернуться в претендентскую гонку. Он должен доказать, что у него есть еще голод и желание. Поэтому я думаю, что следующим будет Шавкат Рахмонов. В любом же случае, если выбирать между Усманом и Шавкатом, я вижу в поединке с Шавкатом больше смысла. Поэтому сейчас я жду звонка. Сейчас я нахожусь в зале, тренируюсь и становлюсь лучше. И когда мне позвонит Дэйна, я буду готов драться в любой момент, сказал Билал Мухаммад. Конор Макгрегор неожиданно для всех бросил вызов Билалу Мухаммаду и сказал следующее. Он очень плох, и я хочу с ним подраться. Я проведу бой против Майкла Чендера. А затем давайте назначим титульный бой против Билала Мухаммада. За наш титул в UFC в полусреднем весе. У меня несколько побед нокаутами в полусреднем весе. И я сила, с которой нужно считаться в этом дивизионе. Я наношу урон в полусреднем весе. Просто проверьте статистику. И я делаю это на 100% с точностью. А у этого парня нет ни единого нокдауна в истории UFC. Ни одного нокдауна, и честно говоря, это позор. Так что да, я готов это сделать. Просто скажите это Дэйни, сказал Конор Макгрегор. Бывший чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановский прокомментировал заявление третьего номера дивизиона Диего Лопеса, который дал понять, что хочет с ним в будущем провести поединок. Мы уже обо всем поговорили с UFC. И очевидно, мой следующий бой будет за титул. Потому что я дерусь за титул, как и всегда. Но я понимаю, о чем говорит Диего Лопес. И он хочет, чтобы он стал моим следующим соперником. Но для этого должно случиться что-то с победителем поединка Тупурии и Хоуэ. Возможно, он будет травмирован или поднимется в другой дивизион. И если такое случится с чемпионом, то я готов провести бой против Диего Лопеса. К примеру, за временный титул. Потому что я никого и никогда не боюсь. Но я дерусь только за титул. Что же касается предстоящего поединка против Тупурии, то никогда не знаешь, что произойдет в этом поединке. У Макса сейчас есть титул БМФ. И если он победит в этом поединке, каким будет его следующий бой? Какой из поясов он тогда будет защищать? Так что это все может открыть временный титул. Но сейчас я собираюсь драться с победителем титульного боя. И это то, что мы обсуждали с UFC с самого начала. Потому что я сказал им, что я буду ждать. А Диего Лопес тоже пытается занять эту позицию. Но я бы на его месте сделал то же самое. В этом плане он, конечно, молодец. Но для меня бой с ним не имеет значения. В любом случае, посмотрим, что будет дальше, сказал Волконоски. В твою же очередь стало официально известно, что Диего Лопес будет запасным бойцом на титульный поединок между Тупурией и Холуием на турнире UFC 308, который состоится уже 26 октября. Майкл Чендлер оценил свои перспективы в преддверии своего поединка против Чарльза Оливьеры. При этом Чендлер уверен, что после победы над Оливьерой у него получится отобрать пояс у Махачева. Несмотря на то, что Конора так сильно критикуют, ему все равно нужно отдать должное. Потому что я верю, что ему и вправду нравится этот поединок. У нас с ним, конечно же, есть незаконченные дела. И я думаю, что это бой, которого он хочет. И очевидно, что бой против Конора я сам хочу. Но, как я уже сказал ранее, Конор не будет моим следующим соперником. Потому что я знаю, что я одержу победу над Оливьерой. И у нас потом будет несколько вариантов. Это подраться за пояс против Махачева. Или провести бой против Макса Холуиа за титул Бемиев. Ну и, конечно же, бой против Конора. Поэтому будет много возможностей и много вариантов. Для меня 25-й год будет большим годом. И я, конечно же, все еще верю, что я заберу чемпионский пояс, сказал Майкл Чендлер. Но мы же напомним вам, что бой Майкла Чендлера и Чарльза Альверы состоится 17 ноября на турнире UFC 309. Но чемпион Беллотара Усман Нурмагомедов отделился у себя в социальных сетях своими кадрами с тренировки, где он проводит совместную тренировку с чемпионом UFC Исламом Махачевым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бывший чемпион UFC Шону Мелли после прошедшего поединка против Мирабы Двалишвили, решил дать совет Мирабу касаемо боя против Умара и сказал следующее. Он сказал, что он не будет драться с Умаром, но я не понимаю, ты что не учишься на ошибках стерлинга. Ты не можешь просто выйти и сказать, что ты не будешь драться с Умаром, потому что ты чемпион и Умар должен следующим драться за титул. Так что я могу дать ему только один совет, который заключается в том, что не стоит идти против того, что говорит UFC. Потому что если UFC хочет, чтобы ты дрался с Умаром, ты должен выйти и провести с ним бой, и никогда не говорить, что ты не хочешь с кем-то драться. Чтобы у тебя были хорошие отношения с UFC, сказал Шону Мелли. В свою же очередь, сам Мираб Двалишвили предложил Шону Мелли провести реванш на турнире UFC 309, после того, как ранее Шону Мелли заявил, что, по его мнению, он победил в поединке против Мираба. Конечно, я слышал, что Шону Мелли думает, что он победил в поединке и хочет провести реванш. И если Шон хочет этого, то, конечно, он может это получить. Давайте проведем реванш 16 ноября на турнире в Мэдисон Сквергарден, а затем я все равно буду защищать титул. Против любого, кого выберет UFC, написал Мираб Двалишвили. Ну а уже спустя какое-то время, Мираб Двалишвили жестко наехал на Нурмагомедова Умара, и обратился в его адрес следующим образом. Я надрал задницу Петру Яну как сучке, и я носил Генера Сихуда как мальца, а затем я поцеловал Шону Мелли как папочка. Но я просто выйду и разобью Умара. Если UFC поставит его передо мной следующим, написал Мираб Двалишвили. Друзья, что вы думаете о таком заявлении Мираба? И как вы думаете, кто сможет победить в бою Нурмагомедова Умара и Мираба Двалишвили? Напишите, что вы думаете об этом в комментариях, будем ждать вас там.